На Харьковском книжном рынке многолюдно идут приготовления к школе. Предприниматели рассказывают, в этом году ассортимент концтоваров сузился за счет отказа от импорта, особенно китайской продукции. Цены поднялись незначительно, процентов на 10. Дневники стоят от 2 гривен до 40, ручки тоже от 2 гривен, пеналы от 20 до 80, обложки для тетради 10, а сами тетради от 1,5 гривен. А вот рюкзаки и ранцы подорожали. Где-то мы постарались предоплатку раньше внести, где-то мы меньше наценили, но в общей сложности портфель у нас подорожали в гривен на 100, или 50 или 100 гривен, в 150 это максимум. Цены очень большие, уже тысячи три потратили, еще ничего не купили. Блузочки, шортики, юпочка, это все цены, 300 гривен одна футболка на ребенка, блузка вернее, очень дорого. Чтобы купить минимальный набор необходимой канцелярии, нужно около 500 гривен. Также стоит рюкзак. Учебники в этом году подорожали на 5-10 гривен и стоят примерно 60. Обучающимся по новой программе ученикам 4-7 классов, как и в прошлом году, учебники пока не напечатали. Как сообщают в обл. администрации, не проведен тендер на изготовление книг. Их текст пока можно увидеть только на сайте Минобразования. В этом году примерно то же самое, то есть как бы 4-й класс начал появляться, а 7-й класс пока даже, буквально там единичные экземпляры, то есть пока нет. Самая большая часть расходов – школьная одежда. В магазинах чаще всего предлагают товар отечественного и даже харьковского производства. Но даже на такие пиджаки, брюки и сарафаны цена выросла в два раза, признаются реализаторы. К примеру, если на девочку подобрать один сарафанчик, блузочку, то это выйдет около 600-700 гривен. На мальчика, то есть так же, если костюм троечка, это 670 гривен. Вышиванка обойдется в 250 гривен, галстук для мальчика – еще 70. Но кроме школьной формы нужно купить обувь. В среднем до 500 гривен за пару. Спортивный костюм от 400 и еще полтысячи отдать за кроссовки. Купили кроссовки, юбки разные, купили еще кучу тетрадок, констоваров. Сумма там была около, когда мы ездили за одеждой, там тысячи семь-то потратили. Конечно, хотелось бы, чтобы оно все было доступно, чтобы не ходить и выбирать то, что ты себе можешь купить. А то, что сильно покупает, то, что нравится, то, что нравится детям. Для покупки самых необходимых предметов школьного гардероба и канцелярии для одного школьника харьковчанам придется раскошелиться в среднем на 4000 гривен. Виктория Вашкевич, Борис Буцевич, Медиа, группа «Объектив».